Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорим о коморбидности. В 2009 году в журнале «Клиническая медицина» мной были опубликованы 12 тезисов коморбидности, которые отражают основные положения этого состояния. Этой теме я уделял много внимания, и вот недавно в издательство «Геотар Медиа» вышло 12-е издание книги «Лечение болезней в условиях коморбидности», где приведена оригинальная классификация лекарственных препаратов по влиянию на сопутствующие заболевания, и она оказалась весьма востребована практикующими врачами. Давайте рассмотрим эти 12 тезисов с точки зрения современных исследований. Но вначале хочется обратить внимание, что коморбидность – это один из элементов индивидуальной медицины наряду с особенностями пола, возраста, влиянием внешней среды генетики, позиции пациента и так далее. Вначале о терминологии. В 2018 году терминология была уточнена, и сейчас под коморбидностью понимается наличие сопутствующих заболеваний по отношению к данной болезни, а под мультиморбидностью – сочетание двух и более заболеваний или состояний у одного человека, обычно хронических. Чтобы было более понятно взаимосвязь и различие между этими терминами, вот приведена следующая картинка. Здесь вы видите, что мультиморбидность объединяет несколько заболеваний, а коморбидность относится только к заболеваниям, которые сопутствуют, сосуществуют с основной, с индексной болезнью. Здесь показана классификация коморбидности, и она может включать только соматические заболевания, ну, например, коронарную болезнь и подагру, или только психические расстройства, например, тревожное депрессивное расстройство. И также встречается нередко психосоматическая коморбидность, когда мы видим наличие депрессии у пациента после инфаркта миокарда. По типу связи сочетание двух болезней может быть случайным, совершенно несвязанным, может быть причинная связь, ну, например, вирус гепатита вызвал гломерлонефрит. Осложненная коморбидность часто обсуждается в клинике внутренних болезней, ну, например, диабетическая нефропатия. И ассоциированная коморбидность, так называется, связанная заболевание и расстройство, механизм и взаимосвязи, между которыми не удается точно определить. Ну, вот эти 12 тезисов коморбидности, представленные здесь, давайте более детально рассмотрим и проиллюстрируем некоторыми исследованиями. Первое. Коморбидные психические и соматические заболевания встречаются часто, особенно у пожилых и старых пациентов. Ну, вот здесь вам показано исследование, и вы видите то, что известно вам из вашей практики, что чем старше пациент, тем выше вероятность множественных хронических болезней. Особенно высокая частота у пациентов пожилого и старческого возраста. Обращаю внимание, что частота коморбидных заболеваний существенно возрастает в связи с тем, что увеличивается возраст пациентов, мы лучше лечим острые хронические заболевания. Второй тезис. Повышенная частота коморбидности не может объясняться распространенностью болезни. Что лежит в основе не случайного сочетания двух заболеваний? Здесь следует выделить общие факторы риска. Вы знаете, что такие состояния, как ожирение, диабет, гипертензия, курение, дислепидемия, играют роль в развитии многих заболеваний, и не только атеросклеротического круга. Механизмы не специфические, такие как вегетативная нервная система, система гемостаза, сосудистая регуляция, воспаление и так далее, они влияют на разные заболевания и таким образом также способствуют сочетанию болезней. Кроме того, следует учитывать и психические факторы, и поведенческие, которые также могут повлиять на сочетание двух заболеваний. Ну и, несомненно, медикаментозное лечение, которое может и само спровоцировать появление заболеваний. Коморбидность включает двунаправленное влияние сочетанных заболеваний. Это очень важное положение, и для многих заболеваний было показано, что одно заболевание способствует появлению другого заболевания, и наоборот. Ну вот здесь представлены взаимосвязи между диабетом, сердечной недостаточностью и депрессией. Следующий тезис. У пациентов с коморбидными заболеваниями возрастает тяжесть состояния, смертность ухудшается, качество жизни. Ну вот для примера показаны пациенты в палате интенсивной терапии. И чем больше коморбидных заболеваний, тем выше госпитальная смертность. Также исследования показывают тесную связь между коморбидными заболеваниями и смертностью от новой коронавирусной инфекции. Ну в данном случае представлена сердечно-сосудистая коморбидность. В этом большом наблюдательном исследовании было показано, что сочетание соматических, психических и особенно соматических и психических болезней существенно влияют на смертность и годы потерянной жизни. Коморбидность затрудняет диагностику. Ну безусловно, есть общие симптомы, например, в частности, одышка. За ней может скрываться целый комплекс разных заболеваний сердечных, легочных. И отдифференцировать эти состояния не всегда просто. Необходимо использовать инструментальные методы, включая, например, мозговой натриуретический пептид, в частности. Наличие коморбидных болезней часто существенно снижает эффективность лечения. Вот для примера вот это известное исследование корона, когда оценивали эффективность розового статина у пациентов в сердечно недостаточно сниженной фракции выброса. Оказалось, что у данных пациентов статины не работают. Лечение болезни может существенно повлиять на коморбидные заболевания. Это очень сложная проблема. И чтобы разобраться в этом море разных взаимодействий, мной была предложена классификация, которая делит эффект препарата на коморбидные заболевания на рубрики «хорошие, возможно, нейтральные, нежелательные и негативные». Собственно, на этой классификации и построена книжка лечения болезней в условиях коморбидности. Вот для примера посмотрите, как распространенные препараты и группы препаратов влияют на частые соматические заболевания. Здесь вы видите, что назначая один препарат можно существенно улучшить течение сопутствующего заболевания. В ряде случаев бывает наоборот. То есть если мы лечим одно заболевание, мы можем ухудшить течение второго заболевания. Лечение нескольких заболеваний требует учета взаимовлияния лекарственных препаратов. Вот здесь вам показана схема метаболизма препаратов. Ну и вот на примере кардиологических препаратов, которые метаболизируются через фермент ЦИП-3А4, показано, как другие препараты могут повлиять на метаболизм. Они могут ускорить метаболизм и таким образом эффект будет снижаться и замедлить метаболизм, что повышает как эффективность, так и риск побочных эффектов. Коморбидность и повышение числа лекарственных препаратов увеличивает риск побочных эффектов, что для врачей, практикующих, очевидно. Ну, вот здесь показано, что чем больше лекарственных препаратов назначат пациенту с хронической болезнью почек, тем выше риск почной недостаточности, сердесудистых событий и общей смертности. Каким образом решать проблему полифармакотерапии? Безусловно, нужно стремиться к минимуму препаратов, которые решают только наиболее важные актуальные задачи на текущий момент времени. Также, о чем мы с вами уже говорили, можно использовать препараты, которые обладают многоцелевым действием. Кроме того, с целью повышения приверженности пациентов к лечению в последние годы все чаще используются политаблетки, которые состоят из нескольких лекарственных препаратов, что, однако, безусловно, не снижает проблему полифармакотерапии. Коморбидные болезни снижают приверженность пациентов к лечению. Следующий тезис. Ну, вот здесь вам показано, что чем больше заболеваний у пациента, тем меньше приверженность пациентов к лечению. Это связано в том числе и с полифармакотерапией, это связано в том числе и с влиянием самих нескольких заболеваний, переносимостью препаратов и так далее. Коморбидные заболевания значительно увеличивают затраты на лечение, и это большая проблема для здравоохранения даже развитых обеспеченных стран. Ну, вот здесь показано, что если у человека 5 болезней, то дополнительно пациент должен затрачивать из своего кармана почти 2000 долларов, а если 8 болезней, то 3600 долларов. Это существенная нагрузка для пациентов. Здесь следует учитывать, что пациенты с несколькими заболеваниями, мультиморбидные пациенты, это чаще всего пациенты пожилого и старческого возраста, доход которых не велик. И, конечно, говоря о ведении пациентов с мультиморбидными заболеваниями, очень важно, чтобы была продуманная стратегия ведения сочетанных болезней. Здесь показано, что если мы направляем пациентов к разным специалистам, каждый из которых назначит свое лечение, обычно они не учитывают сопутствующие заболевания и возникает много проблем, каким образом эти многочисленные препараты следует использовать у данного пациента. По идее, терапевт должен координировать эту ситуацию, что не всегда возможно, поскольку он тоже опасается отменить или оптимизировать лечение, назначенное специалистом. Очень важно в стратегии выбирать приоритеты, поскольку нельзя лечить все заболевания и предупреждать их. Это потребует с одной стороны колоссальных ресурсов, а с другой стороны у врача просто нет времени решить все проблемы мультиморбидных пациентов. Вот здесь исследование показало, что если выполнить все рекомендации только по профилактике, то врача общей практики вообще не хватит времени просто. А есть же еще рекомендации по лечению. Недавно была предложена интегрированная модель лечения мультиморбидности, которая включает ряд очень важных положений или компонентов, которая включает регулярное комплексное обследование пациентов, которая проводит многопрофильная скоординированная команда, которая работает с мультиморбидными пациентами, разрабатывает индивидуальные планы лечения, координируя работу с внешними экспертами, помогая тем, кто ухаживает за этими пациентами. Ну вот мы разобрали с вами 12 тезисов коморбидности. Надеюсь, эта информация для вас будет полезна и спасибо за внимание. до встречи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...